Оно острее всякого обоюдоострого меча, и Господь, пускай сегодня Твое Слово наполняет нас, наши сердца. Боже, я хочу просить Тебя сегодня, дерзаю просить Тебя во имя Иисуса, чтобы сегодня мы не слышали Слово, как от человека, но чтобы мы услышали Слово, которое приходит от Тебя, от Тебя, от Твоего престола, от Твоего присутствия. Пускай Слово Твое сходит во имя Иисуса Христа. Аминь. Я буду читать, друзья, сама проповедь будет сегодня на русском языке. Помните, мы договорились, что мы начнем с вами по чуть-чуть, с украинского, вводить каждое первое. Но я хочу прочесть вам вот это базовое место из Писания, которое мы будем говорить на украинском языке. Оно более почему-то понятно оказывается. Я взял несколько переводов, сравнивал русский, украинский, и я увидел, что украинский почему-то более полный. Поэтому давайте я прочту, если вы не против, послание Иакова, 1 глава с 22 по 25 стихи. Послание Иакова, 1 глава с 22 по 25 стихи. Итак, «выконуйте Слово Божие». Смотрите, друзья, как прямо написано «выконуйте». Знаете же, в армии наказ треба? Выконула ты. То же самое он говорит, «слово Божье нужно». По-русски мы говорим, «слушаться Слово Божьего». Мягко, да, очень. «Прислушиваться к Слову Божьему» – еще мягче. «Соглашаться со Словом Божьим» – вообще прям как-то, да, так нейтрально. А тут что написано? Ну, тут написано, видите, другой перевод, это у меня современный. «Выконуйте, выконуйте Слово Божие, а не лише слухайте Его, бо инакше вы». Вот здесь так, а вот мне нравится этот перевод. «Вы обдуриете самих себе». Прикиньте, какой перевод. «Вы обдуриете. «Хто тільки слухає Слово Божье, та не виконує Его той, подібной до людини, яка дивиться на своє відображення в дзеркалі. Вона пильно дивиться на себе, а як відійде, тієї жмити забуде, як виглядає. Досконалий закон Божий несе свободу людям. І той, хто уважно вивчає Його і живе згідно з Ним, хто втілює Його в своє життя, а не просто вислухавши, забуває, той неодмінно отримає благословення Божье». Я хочу сьогодні проповедувати на тему «Не обманывай самого себя». Помните, да, ми об этом говорили? И есть две вещи очень важные, которые я бы хотел сегодня, две простые, на мой взгляд, очень истины, но эти истины, они фундаментальны, вот фундаментальны для понимания. Давайте я поделюсь вами с этими истинами. Первая истина звучит следующим образом. Смотрите, когда мы каемся, кто из вас помнит покаяние? Скажите, какие усилия мы приложили с вами для того, чтобы пережить вот это вот рождение свыше или рождающее свыше прикосновение Духа Святого? Какие усилия, скажите? Да никаких, правда? То есть ты просто приходишь к Богу, ты открываешь перед Ним сердце, вот как получается даже, да? Не всегда мы до конца понимаем, как это, и как это искренне. Мне говорили, искренне помолись. Я не понимаю, а что можно неискренне или как? Хорошо. А если я вот так помолился? Искренне это было или неискренне? Ну, вот какой критерий искренности, я даже не знаю. Но знаете, я помолился, и Дух Святой пришел. Ну вот как-то Он пришел, я не знаю как. И знаете, Библия говорит нам о том, что мы рождены свыше по благодати, да? И это не от нас, а Божий дар. То есть это Божий дар, Он подарил нам этот момент. И вот здесь наступает один конфуз, который, к сожалению, имеет место быть и в дальнейшем у многих верующих людей. Смотрите, получив это прощение по благодати даром, мы, как бы объясним, мы приходим в такое, в кавычках я его назову, благословенное состояние, когда дальше зачастую мы хотим, чтобы все было точно так же. Вот знаете, прям вот все точно так же. Все должно быть дальше. Семья по благодати, отношение с женой по благодати, отношение с мужем по благодати, воспитание детей по благодати, исцеление по благодати, здоровье по благодати. Да, оно дается по благодати, но, как бы объяснить вам, благодать, она имеет многоразличное действие. Библия даже называет ее многоразличная благодать Божья. То есть она имеет множество выражений. Ну вот я давайте приведу вам один из примеров. Я вам прочту одно место из Писания, где также говорится о благодати Божьей, о ее действии. Например, давайте прочтем с вами Римлянам, 12 глава, 2 стих. Римлянам, 12 глава, 2 стих. Смотрите. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Кто из вас понимает, что без благодати Божьей мы не можем преобразовываться, правда? Но также вопрос, кто из вас понимает, что преобразование нашего ума, оно не происходит вот так теперь? Господи, а преобразуемый ум преобразовал. Такой, знаете, вкл-выкл, но так же оно не происходит. Понимаете, друзья, то есть действие Божьей благодати происходит не только вот таким образом, как это было в момент, когда мы родились свыше. И именно об этом нам пытается говорить апостол Иаков, когда он говорит «Не обдурите самих себе». То есть не обманывайте самого себя. Почему? Потому что когда мы думаем, друзья, о том, что я верю и поэтому меняюсь, в этот момент происходит действие, только одно действие какое? Я обманываю самого себя. Я просто обманываю самого себя. Поэтому первая истина, которую я хочу озвучить сегодня, или которую я хотел бы, чтобы мы с вами поняли. Вот знаете, как ни странно, но эта пословица, она очень подходит здесь. Под лежачий камень благодать не течет. То есть она течет иногда, но иногда и не течет. Поэтому, когда речь происходит о переменах, мы все говорим, мы все подразумеваем, когда мы приходим к Богу, что Бог что-то должен изменить. Скажите мне, только честно, кто из вас, вы становились более духовно чувствительным, духовно открытым в тот момент, когда у вас в жизни происходили сложности? Есть такое или нет свойство, да? У всех общая такая особенность. Как только нам становится, как тревога, то мы бежим до Бога. То есть такая происходит. У нас есть такая характеристика. И вот в этот момент, еще раз, многие люди, мы не понимаем, что есть перемены, которые происходят не потому, что, ну, это надо, а они происходят тогда, когда человек открывает свое сердце навстречу Богу и так далее, и так далее. И второй очень важный момент. Тема проповеди звучит следующим образом. Не обманывай самого себя. Я хочу немножечко говорить с вами о лжи. Знаете, так, впервые каждый из нас, мы сталкиваемся с ложью где-то в возрасте примерно 3-4-5 лет. У кого есть маленькие дети, кто понимает, о чем я говорю? Когда впервые, знаете, у нас Артурчик, я ему говорю, у нас с ним одно из любимых мест Писания, знаете, какое? Как ни странно сейчас такой период. Отец всякой лжи, он, сатана. Хотя я ему говорю, Артур кто, отец всякой лжи? Сатана. Вот как дети обманывают? Как мы начинаем, как дети обманывают, да? Как они, кто из вас учил ваших детей обманывать? Все говорят, нет, я не учил. Учили, конечно, когда вы им говорили, что купите мороженое, а потом не купили. Вы их научили чему-то тоже. Но в целом никто не учит детей обманывать. Вопрос, как же они начинают обманывать? Я вам хочу сказать, это следствие нашей греховной природы. И в этой греховной природе мы обманываем. Но что такое обман? Я хочу сегодня нарисовать вам картинку, чтобы вы поняли вот где-то в своей голове и уловили картинку, что же такое ложь. Смотрите, когда Бог, Библия говорит, Бог сказал, да будет свет и стал свет. Нет, смотрите, реальность или вселенная, назовем ее так, да, вселенная Бога, в реальности Бога, когда Бог говорит, происходит то, что Он говорит. То есть, когда Он говорит, что Он хочет, Он этого хочет. Когда Он говорит, что Он собирается, Он это собирается. Когда Он говорит, что Он будет делать, Он что? Будет делать, правда? Но кто из вас замечает, что мы, как люди, даже после нашего покаяния, иногда мы говорим, я буду это делать, но не делаем. Мы говорим, я собираюсь, но внутри мы думаем совершенно противоположное. Кто замечал за собой такая вещь? Я вам хочу сказать, друзья, это проявление вот этой второй вселенной, другой вселенной, противоположной вселенной. Почему мы говорим, что отец всякой лжи сатана? Что такое ложь? Ложь – это попытка дьявола рисовать совершенно другую вселенную. То есть, что он делает? Смотрите, Бог создал Эдем, Эдемский сад, в котором было общение, единение человека с Богом. Дьявол, он не может ничего создавать, он лишь берет то, что создал Бог, и он пытается создать противоположное. Он создает противоположное. Бог создал единение человека с Богом, он создал разъединение человека с Богом. Смотрите, Бог создал семью и сказал, никто да не разлучит, да? Что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Что создал дьявол? Развод. Понимаете, да? Почему Бог ненавидит разводы? Он ненавидит, потому что в его вселенной нет разводов. Я помню, когда Илюша еще был такой, ну, гораздо меньше, и как-то, ну, знаете, как все дети, он говорит, папа, пошли посмотрим там эти супергеройские фильмы. Я говорю, ну, окей, пошли посмотрим. И мы ходили с ним смотрели, и я долго не мог понять. Я говорю там, вот это там Бэтмен, это Супермен. Он говорит, папа, нет, это другая киновселенная. Киновселенная, кто не знает, есть киновселенная, например, Марвел, а есть киновселенная DC. Это два разных автора комиксов, это вообще две разные вселенные. В этой вселенной одни супергерои, а в этой вселенной совершенно другие супергерои. В этой одни принципы, в этой другие принципы. Я вам хочу сказать, друзья, точно так же во вселенной Бога действует истина. И именно поэтому, можно вернуть, пожалуйста, Римлянам 12.2. Смотрите, апостол Павел что пишет? Он говорит, не сообразуйтесь, то есть буквально сумейте, научитесь, попробуйте отделять себя от того, как живет этот мир. В этом мире, друзья, есть такое одно, знаете, я не очень люблю, честно признаюсь, мотивационных тренеров, но иногда мне кажется, что, ну, слава Богу, что они хоть какие-то мудрые вещи говорят. Знаете, вот они озвучивают или интерпретируют по-своему эту мысль, дурин думкой богатеет. Почему? Потому что они хотя бы говорят, ребята, ну, слушайте, хватит жить так, как живут все. Они все время думают, я пойду поставлю свечку, у меня будут деньги. Я пойду, что там еще, я пойду, там заклинание какое-то, у меня будет самая лучшая семья. Я пойду к бабке погадаю, она мне сделает вот это. Я пойду то, я пойду то. Послушайте, но оно так не работает. Точнее, оно может быть и работает, только лучше от этого не становится. Поэтому апостол Павел, Бог через апостола Павла говорит, не сообразуйтесь с веком сил, но он говорит, но преобразуйтесь обновлением ума. У меня ко всем вопрос. Кто из вас пробовал изменить в чем-то свою жизнь, ну, себя самого вначале? Пробовали? И как? Вот, наверное, самый честный ответ. Нет, что-то получается, но, наверное, вот это был самый честный. Да никак. Сложно, правда? Переосмысление идет, да, ну, классно. Вы знаете, кстати, я заметил, у мужчин, мужчина, когда понял, как все делается, он успокаивается, он говорит, все, это мое. Потому что я понял. У женщин, когда она поплакала, прочувствовала или посмеялась, прочувствовала, как оно происходит, все мое, но ничего подобного. Потому что, друзья, что-то становится твоим только тогда, когда изменяешься ты сам. В чем-то ты меняешься. И вот здесь апостол Иаков, смотрите, что он нам пишет, он говорит, Иаков, не Павел, сейчас Иаков, помните, он говорит? Он говорит, что человек посмотрел на себя в зеркало, рассмотрел до мельчайшей. Вы знаете, женщины, вот они когда брови особенно щипают. Я говорю, что там еще щипать? Все нормально. Нет. Да. Ну, это вообще отдельная категория, это отдельная. Но вы знаете, когда женщина выщипывает брови, у них же есть еще, вы знаете, что у них есть мужчины, увеличительное еще зеркало есть. Знаете, такое еще, чтобы еще лучше видеть что-то. А что вы там, ну, брови. Смотрите, как, смотрите, лучший способ исправить брови. Смотрите. Ну, вы понимаете, вот вы выщипываете внимательно, въедливо, так, знаете, кропотливо. И смотрите, друзья, Иаков, что он говорит, вот ты смотришь, смотрит на себя, отошел, а потом опять к зеркалу, как и там все выщипывалось ровно. Вы забываете, друзья. Мы забываем, мы смотрим на себя, мы забываем. Вот вы знаете, я очень люблю так, знаете, буквально воспринимать Слово Божие, и я как-то думаю, надо проверить это утверждение Иакова. И что я делаю? Такой, а как я выгляжу? Знаете, закрываю глаза и пытаюсь представить. Вот попробуйте эксперимент, попробуйте себя, закрыв глаза, представить до деталей, как вы выглядите. Вы удивитесь, но на второй минуте вы начинаете сомневаться в том, у вас так или не так. Не-не, вы начинаете сомневаться. Вы не можете воссоздать, мы не можем, даже по памяти, даже спустя его 46 лет, я по памяти не могу в своем воображении до деталей воссоздать полностью свой образ. Понимаете? Я не могу его воссоздать. Мне только кажется, мы забываем, наш мозг он забывает. Но, смотрите, что он говорит, апостол, сейчас мы дойдем, Иаков говорит, это возможно. И он дает рецепт здесь, и то же самое апостол Павел пишет, он говорит, преобразуйтесь обновлением ума вашего, потому что дальше он говорит, чтобы познавать, что есть воля Божья и так далее. Вы знаете, как пастор, мне приходится очень много тратить времени на то, чтобы объяснять верующим людям о том, что то, что для них хочет Бог, лучше, чем то, чего хотят для себя они. Вы удивитесь. Еще раз повторюсь. Как пастору, большую часть времени мне приходится тратить на то, чтобы убеждать рожденных свыше людей в том, что то, чего хочет для них Бог, лучше, чем то, чего хотят для себя они. Это парадокс. А знаете, почему так? Потому что мы забываем, когда мы отходим от Бога, когда мы теряем вот его присутствие в этот момент, мы забываем о том, что стоп, подожди, я же не такой, как я себе представляю. Вы замечали когда-нибудь мужчину, который заходит в спортзал, там с 45-50 лишними килограммами веса, заходит вот так? Или когда после первой тренировки выходит вот так? Потому что нам кажется, вот в нашей голове, вы поняли, нам кажется, что мы ммм, а мы не ммм. Потому что нам так только кажется. Понимаете, мы обманываем самих себя. Почему мы обманываем? Повторюсь, помните, я сказал, вселенная. Во вселенной дьявола он рисует ложь. То есть буквально что он делает? Он приходит к человеку и он пытается убедить. Он пытается убедить человека в каких-то истинах. Он приходит и лжет. Он говорит, твой муж тебя изменяет. Смотри, вот здесь он тебя изменяет. И вот здесь изменяет. И вот здесь, и вот здесь, и вот здесь. И потом человек начинает с себя. О, точно, о, точно, о, точно, точно. И потом он уже живет в картине, где его муж изменяет. Ее муж, да, да, правильно, да. Ее муж, ну, извини. Вы поняли, ее муж изменяет. Или его жена изменяет. Ну, понимаете, о чем я говорю? То есть он рисует эту вселенную. Его задача, он приходит для того, чтобы принести это. он приносит такие вещи, он убеждает. Смотрите, Бог сказал, да будет свет, и стал свет, а дьявол точно так же приходит, но только там, где говорит Бог, там что-то созидается, а то, что говорит Бог, он говорит вселенную лжи, лжи, лжи. Я приведу вам один простой интересный пример. Знаете, у нас есть пастор Иван, есть пастор, который занимается реабилитацией. Есть репцентр, в котором есть там лидер сейчас Сергей Борисович, до этого был там Сережа Кулак, до этого Саша Мадиевский был. И знаете, в репцентре есть одна общая такая тенденция. Туда приходят люди, они все, когда приходят, они говорят, все, что хотите, только вот все, к Богу, вот хочу избавиться, все. Но самое интересное, те, кто прошел репцентр, сейчас поймете, о чем я говорю, когда они уходят, они все приходят, ну, мне обычно звонят, пастору Ивану не звонят, обычно они мне, пастор, надо встретиться. Я говорю, ну окей, хорошо. Я что, уже знаю немножко, говорю, ну давайте встретимся. Я говорю, и что? И они начинают мне рассказывать, какой плохой репцентр, какой плохой лидер репцентра, какой плохой пастор Иван, как все там плохо, как ужасно, как надо было все делать по-другому, и так далее, и тому подобное, и так далее, и так далее еще. Саша Веремейенко забыл, был лидером. То есть рассказывают. И знаете, они рассказывают в таких деталях, знаете, с эмоциями. А я слушаю всегда, и я знаю, что в этот момент, сейчас, вот послушайте, сатана рисует свою вселенную. Знаете, о чем они пытаются рассказать? Они пытаются убедить меня в том, что там все плохо. А я всегда их нокаутирую обычно, ну не я, Бог нокаутирует их обычно одним вопросом. Я говорю, скажи, пожалуйста, ты пережил свободу там в центре реабилитации, когда пришел? Бог тебя освободил от наркотиков или от алкоголя? Я говорю, слушайте, все говорят, ну да, я говорю, так а в чем проблема? Я говорю, смотри, не может же Бог взять плохой репцентр и использовать его для того, чтобы освободить тебя? Я говорю, а когда ты пришел, все было хорошо? Ну да. Я говорю, когда стало плохо? Потом. И знаете, вот они пытаются меня убедить в своей вселенной. И очень огорчаются потом, знаете, перестают тоже со мной общаться, потому что у них не получается убедить меня в их вселенной. Вселенная, которая основана на лжи. Знаете почему? Потому что у Бога немножко другая вселенная. В его вселенной Бог, он говорит истину. И истина, которую он говорит, она может... Кто понимает, что истина иногда бывает болезненной? Но ты ее слушаешь, ты ее слышишь. Давайте я вам приведу пример из жизни. Кто из вас замечал, кого... Ответьте мне на вопрос такой. Кого мы обычно выбираем себе в более близкие друзья? Тех людей, которые говорят то, что нам не нравится, или тех людей, которые соглашаются с тем, с чем соглашаемся мы? Второе, правда? Мы чаще таких людей себе выбираем. Нет, у меня, ну, не обязательно, у меня разные друзья. Ну, давайте, что мы врём? Опять же, видите, обманываем самих себя. Зачем мы врём? Мы более охотно общаемся с теми людьми, с которыми нам общаться. Легко, проще, интересно. Почему? Да потому что, друзья, смотрите, они не заставляют нас преобразовываться обновлением нашего ума. Они не заставляют нас выходить за пределы вселенной, в которой мы сами себе лжём и довольны. Знаете, какой самый лучший способ выглядеть, девушки? Поделюсь с вами одним секретом. Знаете, какой самый лучший способ весной выглядеть потрясающе? Знаете или нет? Поделюсь с вами. Заведите себе в начале лета, а лучше весны, классную подругу и откармливайте её до следующей весны. И на её фоне вы будете выглядеть потрясающе всегда. Ну, это же самообман. Ну, так проще. Так оно не работает, друзья, к сожалению. Вы понимаете? Это самообман. Потому что, если ты действительно хочешь что-то делать, ну, если ты действительно хочешь перемен, не надо обманывать себя. Не нужно верить вот в эту вселенную лжи, понимаете? В которой, ещё раз говорю, всё построено на лжи. Я вот себе записал здесь для нас с вами одну интересную такую мысль. Хочу её прочитать. Друзья. Сейчас открою вам. Мы обманываем других и пытаемся обманывать нашу собственную жизнь вокруг себя с того, что мы сначала обманываем себя. Смотрите, мы рисуем, что в нашей жизни всё в порядке. Как сделать так, чтобы в твоей жизни всё в порядке? Один способ – это реально что-то изменить, правда? Это один способ. Но мы не хотим. А как сделать так, чтобы убедить всё-таки себя и попробовать убедить других, что у тебя всё в порядке? Давай менять понятия. Давай подменять понятия. Например, Библия говорит, что разводиться нельзя. А можно, если. И мы меняем понятия. И мы пытаемся убедить всех. Не, у меня всё в порядке, у меня всё хорошо. Не, не, не. И, знаете, я недавно понял только, почему иногда люди, они не всегда хотят... Кто там, например? Не все, но иногда люди не хотят встречаться со мной. Но почему им правду говорю? Когда ты им говоришь правду, это же так больно. Ты же разрушаешь целый мир. Целую вселенную, вы понимаете? Галактику, которую они себе построили, в которой всё построено на том, во что верят они. Дальше вам прочитаю. Смотрите. Разум у человека, помните, с чего мы начали? Проще верить, чем изменяться. Кто из вас верой принял о том, что вы рождены свыше? Легко, правда? Поверил и... А вот дальше меняться уже сложно. Потому что перемены, они происходят не от того, во что мы верим. Они начинаются с того, во что мы верим. Но они происходят тогда, когда мы реально изменяемся. То есть, когда меняются условия игры. Когда меняются условия твоей жизни. Библия говорит, кто крал впредь? Нет. Знаете, что там написано? Кто крал впредь, не верь, что ты будешь красть. Или кто крал впредь, верь, что ты больше не будешь красть. Понимаете? Это моя работа. Потом приходим. Благослови, батюшка. На дело идем сегодня. Да. Чтоб поперло. Оно же так не работает, друзья. Ну, поймите. Но после прихода к Богу, еще раз, мы принимаем рождение свыше по благодати. Но дальше многоразличная благодать Божья, она действует по-разному. И если ты действительно хочешь, чтобы произошли какие-то перемены, друзья, нужно реально меняться. А чтобы меняться, нужно понять, что что-то с тобой не так. Вот что-то не так. Я задам вопрос. Вот, может быть, сегодня твое свидетельство, Паша. Может, оно даже поможет кому-то. Я уверен, что ты чувствовал, что с печенью бывало что-то не очень раньше, когда-то, да? А скажи мне, я помню, как, я помню, Света, мы разговаривали, Паша, надо нормальное питание. Паша, да-а-а-а, и пошел на шашлыки. Было? А когда врач ему пришел и говорит, у вас четвертая. Да. Макдональдс. А когда говорит, у тебя четвертая стадия. И дальше уже. А хочется же ребенка видеть взрослеющим, правда? И вдруг ты начал меняться, правда? Смотрите, друзья. А ты верил, что Бог тебя исцелит тогда? Верил. Но теперь ты веришь, и ты начинаешь что-то еще делать. Ты начинаешь реальные перемены какие-то. Смотрите, он говорит, преобразуйтесь обновлением ума вашего. То есть, обновление, друзья, это не то, что происходит само по себе. Это процесс, который не происходит вот от того, что мы хотим этого. Это процесс, в котором, еще раз повторяюсь, вселенная лжи, в которой, ну, лжи, я не знаю, лени какой-то, в которой мы жили раньше. Знаете, как говорит, для самого успешного успеха нужно найти самую рабочую работу. Если вы хотите успешный успех, начинайте рабочую работу работать. Понимаете? Ну, так работает оно, друзья. А кто знает, почему оно так работает? Я вам открою. Написал Господь. Трудящийся. И он не сказал, не заграждая рта у вола молящегося. Или верящего, понимаете? Ну, так написано в Библии, ну, ну, так написано. Честно признаюсь, мне проще верить тоже. Я так верил раньше, что не заграждая рта у вола молящегося. Ну, я так верил. Но когда ты читаешь Библию, ты понимаешь, нет, слушай, стоп, это разные вещи. Или у вола просящего еще вообще тема интересная. Смотрите, друзья, разум у человека верить проще, чем признавать свои проблемы и изменяться. Знаете, однажды была такая актриса Фаина Раневская. И она такую вещь одну выдала, которую я вообще просто, я читал, я жене, я хохотал, во-первых, а потом ходил, читал, жене себе, читал очень долго. Знаете, какой самый простой и легкий способ похудеть? Простите, сейчас меня, да, простят меня все. Разденьтесь до гола и ешьте перед зеркалом. Я вначале противился, потому что я думаю, зачем мне это представлять? А потом я понял о том, что, слушай, это самый эффективный способ на самом деле. Потому что ты вот понимаешь реально, вот ты реально понимаешь, кто ты. Я знаю, что есть, знаете, есть зеркала, которые худят. Знаете, какие зеркала есть? Худят, которые, их в магазинах обычно вешают. Я не знаю, как они это делают, там как-то, наверное, но худят. А есть некоторые, которые смотрят, ну что это такое, кто-то сжимает. Это сжимает, оно меня просто. Не, оно тебя не сжимает, оно просто передает факт. Плюс считать. Оно тебе передает реальность. Еще раз, поверьте, я сейчас, я тоже не одуванчик, знаете, не стройняха пока еще. Но я тружусь, я тружусь над собой. Вот. И черный цвет я сегодня одел не для того, чтобы выглядеть страшнее, стройнее, стройнее. Жена сегодня сказала, я не виноват. Сегодня жена говорит, что ты будешь одевать? Ну, знаете, как вы? Я говорю, ты вот что-то, думаю, ну, один, наверное, черные штаны? Думаю, под черные штаны не заморачиваться, одену черную футболку. Ну, сильно не подбираешь, она говорит, молодец, видишь, ты подобрал прям как я подобрала. Мы договорились, что-то прославление, я говорю, да. Ну, ладно, подобрал, да и подобрал такое. Я к чему веду, друзья, не для того, чтобы в стране, я знаю, что есть проблемы. Да, я не ем еще так перед зеркалом, вот. Но я говорю себе правду о том, что у меня есть проблема. Потому что ты знаешь, что я один не ем. Итак, друзья, смотрите. Суть действия лжи в том, чтобы создавать реальность, параллельную настоящей реальностью, и пытаться втянуть туда всех, включая себя и Бога. Но все будет не так, как нам хочется. Понимаете, друзья, еще раз говорю, мы хотим себе в друзья выбирать тех людей, которые с легкостью соглашаются с нашей реальностью, правда? И чем проще человек соглашается, тем мы считаем его большим или ее, или его считаем большим другом. Соглашайся с моей реальностью, согласись с моей реальностью, согласись. Смотрите, любой спор, на чем основывается любой спор? Чью сторону ты примешь, правда? Правда? С кем ты пойдешь? Но знаете, правда такова, что когда мы пришли ко Христу, мы идем за Христом, и мы идем за Его истиной, за правдой, за тем, как оно есть на самом деле. И знаете, правда, она ведь болезненная, она не очень приятная. Но я очень хочу сказать, друзья, о том, чтобы каждому из нас нам нужно начинать переписывать ту вселенную или ту реальность, с которой мы живем. Знаете, однажды у меня был такой, я не знаю, иногда Бог дает мне какую-то мудрость такую, ну, бывает такое, не всегда, конечно, но иногда бывает. Я помню, когда-то я проводил домашнюю группу, и я прям ощутил вот это соприкосновение с реальностью лжи. Вот Дмитрий Васильевич, кстати, помнит этот момент, там в манеже, помнишь, сзади, вот там, где вот этот последний круг, не за сценой, а напротив, мы проводили домашку как-то там, где прыгали в длину. Вот, я помню момент, я спросил у людей, собрались, я спросил, говорю, поднимите руку, пожалуйста, кто из вас молится на иных языках или проводит в тайной комнате хотя бы один час в день. Смотрите внимательно, что произошло. В этот момент все присутствующие разделились. Первая часть, это люди, которые с радостью подняли руку и сказали, я. Как вы думаете, кто это были люди? Кто были эти люди? Нет, это были те люди, которые реально молятся. Они радуются, почему? Потому что они соприкоснулись с реальностью, с вопросом, который соответствует их реальности, правда? А знаете, что вторая половина людей начала говорить? Вообще-то, молитва, это личное дело каждого человека. Я не хочу выносить на всеобщее обозрение, это мои личные отношения с Богом. И знаете, я потом подошел так по-личному, говорю, слушай, ну ты прости, ну у меня к тебе вопрос, ну только честно, ну между нами. Я говорю, а что ты так сказал? И все, у кого я спрашивал, у них был один ответ. Мне неловко было признаться в том, что я этого не делаю. Мне было бы стыдно, потому что другие-то люди сказали, что они молятся. И знаете, друзья, я понял, в какой момент мы вдруг начинаем иметь врагов. в тот момент, когда человек вторгается на территорию или на вселенную нашей лжи и обмана, которую мы себе выстраиваем. Нам там удобно. Там мы молимся так, потому что так правильно. А что так правильно? Ну я так считаю. И когда приходит человек, который тебе говорит, слушай, а ты выйди за пределы, там есть нечто другое. Не, 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 вы как-то, вы меня, вы меня напрягаете чересчур. А почему напрягаете, друзья? Да потому что ты не хочешь эту вселенную менять, ее сложно менять. Но смотрите, друзья, еще раз он говорит, не сообразуйтесь с веком всем. Как живет этот мир? Ну мир, поймите, у мира есть оправдание, у него нет Бога. Вы понимаете вообще или нет? Мне иногда жена, слава Богу, за мудрых жен, я когда начинаю там возмущаться сильно, она говорит, что ты возмущаешься? Ну чего ты возмущаешься? Говорит, ну это же люди, которые не знают Бога, что ты от них хочешь? Я говорю, ай, забыл опять. Знаете, вот бывает иногда, например, какие-то люди там, например, взяли и вот что-то сделали, и ты смотришь, думаешь, да как так можно? Она говорит, послушай, у тебя есть Бог, а у него нет, у них нету. Говорит, что ты о них думаешь? Ну не надо придумывать ничего о них. Например, знаете, когда человек оставляет свою жену, там, например, с двумя детьми, беременную и уходит какой-то другой, у меня такое возмущение, ну как так можно? Ну просто я думаю о детях, о беременности, ну это же кошмар, вы понимаете, что это такое? Она говорит, это ты так думаешь. Говорит, а другой человек так не думает, когда у него нет Бога. И смотрите, апостол Павел нам здесь говорит, Бог через него говорит, не будьте как этот мир, то есть не живите вселенной, которой живет этот мир. У них черное, белое, почему? Потому что все считают, что это белое. Есть такой фильм, если я ошибаюсь, поправьте меня, не помню, как он называется. Черно-белый фильм в Советском Союзе был снят, Феликс как-то там режиссера звали, такой как все или не такой, как все он называется. Там где, помните, эксперимент такой провели, посадили за стол четверых детей, но трое сидели там и там стоит, знаете, черный квадрат, вот, ну куб, черный куб. И им говорят, сейчас придет мальчик и вы ему все говорите о том, что этот куб белый. И вот ребенок приходит садиться за стол, ему говорят, какого цвета этот кубик? Он говорит, этот кубик черный, ну тот, который пришел. А другого спрашивают, а какой ты считаешь, что это кубик? Говорит, белый. Второго спрашивают, а ты говоришь, какой считаешь, что это кубик? Белый. Третьего, а какой кубик? Белый. И спрашивает этого ребенка, который вначале сказал, что он черный, опять, говорит, так какого цвета кубик? И знаете, что он отвечает? Белый. смотрите апостол павел здесь говорит не сообразуйтесь то есть если мир так считает если мир так видит это не означает что и вы должны так смотреть на это потому что друзья в тот момент когда мы считаем так и мы сообразуемся не преобразовываясь в этот момент происходит то что сказал апостол павел мы обдурием а сам их сэбэ мы обманываем самих себя вы знаете самое большое вы помните вот этот анекдот да про человека ну который на небо пошел с полным чемоданом золото послушайте давайте будем честными ну давайте будем честными в вечности вечности в старости глубокой тебе нету смысла нету толку у тебя от того что у тебя куча денег в них нет смысла в них попросту нет смысла но всю жизнь мы верим нет в них есть смысл послушайте в них есть определенная возможность слушайте возможность есть смысла нет возможность есть смысла нет нет тогда нужно их приобрести чтобы использовать все возможности послушайте когда вы станете старым когда мы станем старыми мы не будем сожалеть о финансовых невозможностях знаете о чем мы будем сожалеть мы будем сожалеть на что мы растратили самих себя как личность на что мы растратили себя как личность вот об этом мы точно будем сожалеть но чтобы это понять друзья нужно начать при процесс преобразования а процесс преобразования не происходит сам по себе и слава богу за апостола иакова который дал нам мудрые советы давайте еще раз я прочитаю иакова 1 глава 21 стих стих который предшествует этому иакова 1 2121 можно 121 вот смотрите здесь написано тому вид киньте вселяку нечесть то залышок злобы и приметь и зла и не стю сияны слова еще можешь посты вашей души друзья в этом стихе есть четыре вещи четыре вещи которые препятствуют обычно нам как верующим принимать это изменение принимать обновление и из-за этих четырех вещей мы как правило живем самообмане и мы как бы верим о том что с нами все в порядке с нами все хорошо и так что это первое первое друзья это злоба или нечесть или нечистота по-русски нечистота что такое нечистота это статок греха когда после покаяния мы говорим ну мне можно вот этим согрешать мы оправдываем чем чем оправдывают люди то что и можно в чем-то согрешать чем оправдывают обычно любовью божьей благодатью божьей милостью божьей что там еще все прощением божьим ну вы понимаете то есть этаж а кто не согрешает а ты что один такой цвету а ты что святой вообще послушайте отсутствие приточним наличие нечистоты в нашем сердце в нашей жизни препятствует нам друзья в том чтобы изменяться вы понимаете это или нет а по давид говорил благо мне когда обличают меня праведный это елей для души моей а в чем обличает праведник в нечистоте он говорит суши но у тебя есть проблема разве это плохо от задам теперь вопрос а кому приятно когда обличают вас в нечистоте да никому что мы тебе мне приятно что ли мне тоже неприятно я не очень люблю найти как неприятно признавать о том что у тебя есть какая-то червоточина это очень это очень неприятно но слава богу друзья за поклонение за присутствие божье да в котором мы что переживаем которым приходит дух святой эти становится все равно и ты плачешь и сокрушаешься и приходишь и говоришь сам господи у меня проблема у меня есть эта проблема кто-то знает о чем я сейчас говорю понимает о чем я говорю присутствие божьем горы так как воск мы приходим но когда мы храним эту нечистоту когда мы живем этой нечистотой она становится препятствием второе друзья смотрите тазалышок злобы что такое злоба это противление признание нечистоты нет у меня нет такой проблемы то у тебя есть проблема нет нету давай тебе докажу что у меня ее нет кто-нибудь узнает себя я первый поднял руку есть у нас такая проблема друзья мы злые мы не хотим нам не нравится признавать но послушайте когда мы не признаем что у нас проблема мы обманываем самих себя мы думаем что у нас все хорошо мы думаем только что у нас все хорошо у нас все не очень хорошо прям вообще не все хорошо третье друзья смотрите и примите из лагедностью лагедность это переводе с украинского смирение отсутствие смирения отсутствие смирения не позволяет нам признать что у нас есть нечистота она не дает нам это признавать вы когда-нибудь пробовали спорить с человеком который молодец который чемпион мира по собственной версии вы спорить пробовали с ним когда-нибудь по спорте то там же нет смирения это отсутствие смирения и четвертая вещь смотрите здесь написано еще отсутствие нас смотрите злоедностью все на слово то есть слово которое насаждается послушайте невозможно опять же мы возвращаемся невозможно претерпевать изменения сердца и души человека его жизни без того чтобы туда приходило слово божье если слово божье мы не потребляем у нас будет проблема что делает слово божье если вы внимательно читаете библию у меня есть такой один из золотых стихов библии 2 коринфянам 318 кто знает что там написано 2 коринфянам 318 кто знает читал кто-то там написано мы же все открытым лицом как в зеркале взирая на славу заметьте как где в зеркале что мы видим в зеркале мы видим в зеркале друзья какие мы классные или мы видим зеркале реальность самих себя скажите реальность он горит как в зеркале открытым лицом как в зеркале взирая на славу господню что мы что мы видим когда мы взираем на славу господню мы видим друзья свои несовершенства преображаемся в тот же образ от славы славу как от господня духа поймите самое ужасное что может быть я скажу вам так есть сегодня сегодня есть три типа церквей три типа верующих и три типа проповедей первый тип проповеди это человекоцентричная проповедь в которой о человеке проповедь идет и для человека у тебя все будет хорошо ну смотрите все же так бог же тебя любит да бог добрый да да и вообще у тебя все будет хорошо честно скажите приятно слышать такие проповеди но знаете как ужасно когда у тебя не все хорошо когда ты приходишь и смотришь а у меня так классно у меня так классно ты смотришь один как дурак что у меня не так классно да послушай у каждого не так классно просто каждый говорит о том что классно потому что так проповедуется есть стройте проповеди это проповеди которые говорят о том что вокруг тебя все будет хорошо вокруг у тебя будет хорошо вокруг который смотри вот это это такое знаете позитивное мышление но есть третий тип это проповедь христоцентричная что действие это проповеди не самые популярные почему друзья христоцентричная проповедь обращает твой взор на Христа, и каждый раз, когда твой взор обращается на Христа, ты видишь, с одной стороны, в начале свои недостатки, а потом ты вдруг начинаешь, переживая его любовь и его присутствие, ты вдруг начинаешь видеть выход, ты начинаешь изменяться, смотрите, мы, видя славу Господню, что делаем? Преображаемся, невозможно преображение без того, чтобы сталкиваться с реальностью того, каким Господь есть, а наш Бог, Он святой, Он чудный, Он верный, правда? Он истинный, то есть Он рожден от истины, живущей истиной, только таким образом, друзья, мы можем с вами, мы претерпеваем эти изменения, сталкиваясь с Богом, только лишь сталкиваясь с Ним, именно по этой причине, вы удивитесь, но большинство людей, у них отсутствует молитвенная жизнь, потому что молитвенная жизнь, что делает? Она сталкивает человека с Богом, она сталкивает его с Богом. Знаете, я приведу вам такой пример, когда-то у меня этот пример был, и я знаю, что я не, поверьте, я знаю, что я не идеальный человек, ну это правда, я знаю, что я не самый, наверное, лучший муж, возможно, не самый лучший отец, но я стараюсь, насколько это можно, возможно. И знаете, у меня однажды был такой случай, я помню, однажды что-то я жене объяснял, и знаете, вот у женщин у них уникальное, когда-то Лермонтов сказал, то они в одно мгновение угадывают все, о чем мы хотим сказать, то они не видят, не понимают совершенно очевидных намеков. Вы знаете, да, сестры, у вас есть такая штука, прям вообще, и знаете, ты сталкиваешься с женой в тот момент, когда ты уже не намек, ты уже просто говоришь, а вот ну все, не понимает и не хочет понимать, самое главное. Я помню, знаете, мне так уже вот все, тут клокочет все, я думаю, что ж такое. Я пошел в другую комнату и начинаю молиться. Как вы думаете, о чем молюсь? Господи, ты ей, ты ее, да она, йоу. И знаете, и тут, когда ты уже, знаете, выпустил этот парк такой, стоишь и ждешь, и сейчас Господь чудо свершит, открывается дверь, и нас в колени падает, и говорит, прости, дуру. Ну, это не про нее, ну вообще, понимаете, да? Ну, ну вот, когда уже ты вот, вот все ожидаешь, и в это время Дух Святой говорит, такой, знаете, так нежно, говорит, а ты сам какой? В смысле? Я же не о себе пришел молиться вообще-то. А он тебе так, а ты какой? А ты какой? Ну, 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 я, я же не такой, как ты, понятно, ну, как бы, и вроде, ну, я стараюсь. А сказать-то нечего тебе. Потому что ты же понимаешь, в этот момент, знаете, вот вот, фу, кто слышал, когда Бог говорит? Ну, он же режет, знаете, как по-живому, он же режет прямо тебя. Прекрасно, чудно, тонко, но режет. Нежно, но режет. И ты прям чувствуешь, как оно отваливается. И так сначала больно, а потом, ну, как-то легче стало. Как один человек сказал, говорит, знаете, как похудеть, говорит, на 40 килограмм сразу. Встречте нижнюю часть тела. Вот, и ты, ты понимаешь, что ты худеешь, ты становишься, знаешь, обрезанным, ты скоро в этиугольные уши войдешь уже, понимаешь? Вот ты понимаешь, режет он тебя, и ты вначале больно, а потом радуешься. Кто понимает, о чем я говорю, понимаете? Вот, и ты вот, я помню, выхожу, пришел, говорю, слушай, ну ты меня прости, я тоже там был неправ. И вот чудо, оно вдруг поменялось. Я такой, господи, ты можешь ее менять. Нет, он может меня менять. Ну, понимаете, о чем я сейчас говорю? Вроде такой простой, да, пример. Но это пример, друзья, когда Бог хочет, он говорит, перестань ты жить в этой вселенной своей лжи. Перестань. Я хочу сегодня, помните, мы месяц об этом будем говорить. Поймите, друзья, есть много аспектов в нашей жизни, которые, к сожалению, особенно за период войны, я знаю, знаете, война, она так немножечко подразвязала нам руки. Ну, давайте будем честными. Она подразвязала. Знаете, то, что раньше у нас было, как говорится, то, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. И во время войны я понял, что некоторые люди начали говорить то, что раньше у них было на уме, а теперь они сказали, «А теперь можно все». Нет, друзья, все нельзя, к сожалению. Все нельзя, оказалось. Ну, помните, в начале войны? Все, а не платите квартплату. Ага. Оказалось, что надо. Не платите за кредиты. Поверьте, можете за них не платить, но потом все равно придется платить. То есть все равно надо платить. Вы понимаете, вы не можете. То есть она не развязывает руки. То же самое хочу сказать сегодня здесь. Давайте мы с вами усвоим одну простую вещь. Не стоит обманывать себя. Вот просто не стоит. Вы понимаете, ну, вот я анализирую, да, я анализирую, я так понимаю, вот представляю себе. И вот, может быть, поможет, брат дорогой, очень поможет. Я знаю, что ты любишь детей. И я люблю своих детей тоже. Но вы знаете, например, что война, вы никак не сможете объяснить детям. Ну, то есть пробел в воспитании, если обнаружится, кто понимает, что вы войной не оправдаетесь потом? То есть, как бы объяснить вам. Вы не сможете прийти к детям, например, искать детям. Ты знаешь, была война. Поэтому ты давай как-то ата-та. Все. Это бесполезно. Когда человек садится в тюрьму, а его дети растут, как вы думаете, дети в это время видят что-то хорошее? Не видят. Это проблема. То же самое хочу сказать, друзья. Когда мы обманываем самих себя, что делать? Мир вокруг нас, он не меняется. И он, поверьте, уж точно не будет соглашаться с нами. Он не становится на паузу. Мы просто обманываем самих себя. Мы только оттягиваем. Оттягиваем неизбежность. А в этой неизбежности, давайте я вам прочту ее, чтобы, ну, так, может, понятно было, уже заканчиваю. Давайте прочитаю вам Откровение, книгу Откровений. Откровение Иоанна Богослова. Здесь написаны такие интересные слова. Откровение, 21 глава, 7 и 8 стих. «Побеждающий наследует все. И буду ему Богом, и он будет мне сыном». Читайте дальше. «Боязливых же и неверных, и скверных, и любодеев», то есть имеется в виду блудников, «и чародеев, и идолослужителей, и всех обманщиков». А я же других не обманывал, Господи, себя обманывал. Как вы думаете, почему лжецов ждет участь в озере Огненном? Потому что они живут в другой вселенной. Они живут во вселенной лжи, вы понимаете? И даже если ты обманываешь самого себя, ты живешь во вселенной лжи. И нужно это исправить. И знаете, в окончании я даже записал себе один такой интересный момент, важный момент. Кто-то, возможно, спросит. Означает ли это место из Писания, или все, что мы говорим, что Бог меня не любит и хочет меня вообще уничтожить? Потому что ведь сложно быть идеальным, правда? Кто понимает, что идеальным быть сложно? Сложно быть правильным. Это очень сложно. Нет, друзья, это означает лишь то, что Бог нас очень сильно любит. И если сегодня, пока мы живы, мы слышим такую проповедь, как вы думаете, для чего Бог дает нам возможность ее слышать? А не для того, чтобы нас убить, вы понимаете? Бог дает это место Писания о том, что участь лжецов в озере Огненном не для того, чтобы нас напугать, и мы испугались Огненного озера? Нет. А для того, чтобы мы поняли о том, что это реальность будущего, и мы сказали, я хочу измениться. И мы позволили Богу работать с сердцем каждого из нас. Как вы думаете, это проявление ненависти или проявление любви? Конечно же, любви. Конечно же, любви. Бог любит, поэтому сегодня мы слышим то, что мы слышим. Я сегодня хочу ободрить каждого из вас. Весь этот месяц мы будем говорить о примерно вот таких вот вещах. И знаете, поняли теперь, почему я говорю, что нельзя слышать эту проповедь как от человека? Потому что если вы услышите ее как от человека, вы будете с ней спорить. Вы будете аргументировать ее по-своему. Но я вам не рекомендую ее аргументировать, друзья, потому что я с вами спорить точно не буду. Я скажу, окей, пусть так будет. Пусть будет так. Нравится тебе так? Ну хорошо, без проблем. Такой в конце. Кто из вас, мужчины, мужчины, пацаны, мужчины, мальчики, кто любил в детстве, посмотри, там Шварценеггера, Джеки Чана, Брюс Ли, Сталлона. Любили посмотреть? Я помню, потом насмотрелся, Джеки Чана, знаете, выхожу такой, и в дерево такой, бах! И тут я понял, что я не Джеки Чан. Когда рука вот так опухла, вдруг я понял, я не Джеки Чан. Все, я не Джеки Чан. Так вот я вам хочу сказать, друзья, ободрить хочу вас такими словами. Вы не Джеки Чан. И давайте мы будем, не будем обманывать самих себя. Давайте в каких-то вещах мы признаем. Что делает Бог? Он сначала у этой непослушной овечки сломает ножку, потом ее правильно срастит, а потом она привязалась к нему, и на нормальной здоровой ноге уже начинает ковылять кое-как. Ходит. Мы в правильном направлении. Мы, знаете, были у одной семьи из церкви, мы были у них, и у них собака. И собака недавно, полгода назад попала в аварию. Ну, сбила ее машина. И знаете, она такая до этого была, ну, как молодые собаки. Знаете, иногда они вырвались и побежали. И теперь, конечно, там проблема с лапкой, она не бегает, скажем так, хромает. Но знаете, интересно, она стала послушной. Друзья, давайте позволим, не будем обманывать самих себя, давайте позволим Богу что-то делать с нашим сердцем. Я верю, друзья, возможно, немножечко у нас как-то горизонты изменятся, но поверьте, другая вселенная, она еще более интересная. Аминь. Давайте склоним нашу голову, будем молиться. Дорогой Господь, мы сегодня благодарим Тебя, Боже. Спасибо Тебе за то, что Ты здесь, Ты рядом с нами. И сегодня Ты проповедовал, Господь, нам проповедь, может быть, не самую позитивную с точки зрения этого мира, но в Твоей вселенной, в этой проповеди, Господь, столько любви, столько сострадания, столько мыслей, Господь, столько любви и правильного отношения к жизни и каждого из нас, Господь, Боже. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь, о том, что Ты и Твое сердце, оно так открыто к тому, чтобы мы действительно не жили в каком-то самообмане, чтобы мы не обманывали самих себя, чтобы мы не жили, Господь, в той вселенной, где мы молодцы по своей собственной версии. Боже, мы так благодарны Тебе в этом сегодня. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты любишь и Ты говоришь в сердце каждого из нас слова Твоей истины во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Господь, дай благодати каждому сердцу, каждому уху, слышащему, растворить это слово, растворить это слово, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь. Знаете, я такой один момент вам скажу. Сегодня мы слышали с вами проповедь, но знаете, я знаю точно, что есть сегодня несколько человек, которые слышали эту проповедь совершенно не так, как все мы с вами. Это сегодня вот моя семья. Я знаю, что они слышали эту проповедь, и они понимают точно, друзья, поверьте, что они знают. Когда ты проповедуешь, написано Библией, ты подвергнешься большему осуждению. О чем я хочу сказать? У каждого из нас, друзья, есть Бог, который нас видит. Есть люди, которые с нами живут, которые знают нас настоящих. Есть великое, написано, облако свидетелей, которое видит на небесах нас тоже. И есть дьявол, который знает правду о нас. Давайте мы позволим, давайте мы не будем обманывать самих себя, чтобы не подвести тех, которые сверху, и точно разочаровать того, кто снизу. Аминь. И не перепутайте. Хорошо. Кого нужно разочаровывать, а кого нужно не подводить. Хорошо? Хорошо, друзья. Ну, стою. Субтитры сделал DimaTorzok